У меня не было личной жизни. Всю себя я посвятила музыке и искусству. Я мечтала жить и умереть на сцене. Говорят, что Маком может петь только тот человек, чье сердце научилось чувствовать боль и эту боль преодолевать. Героиня нашего сегодняшнего рассказа была еврейкой по национальности, но она стала первой женщиной в Узбекистане, которая решилась петь Маком. Не зная нот, не имея музыкального образования, она пела их так, что даже те, кто не знали узбекского языка, без труда понимали, о чем рассказывает песня. Ее уникальный голос и все, что она спела, давно вошло в золотой фонд узбекской музыки. Мунуаджет Мунуаджет Впервые эта песня зазвучала в прямом эфире узбекского радио в 1945 году. Классическая узбекская музыка – пронзительные стихи великого Алишера Наваи о неразделенной любви, о боли и тревоге, волнующей сердце. Их подобрал и положил на музыку специально для Берты Давыдовой ее учитель, уже тогда живой классик Макома и Мамчаный Крамов. Песня мгновенно стала популярной. Рассказывают, что после первого же эфира толпы поклонников стали собираться у радио дома, чтобы увидеть певицу, так проникновенно умеющую петь. Это был «Звездный час» 23-летней Берты Давыдовой. Она была первой и, пожалуй, лучшей исполнительницей песни Мунуаджет. Это сложное произведение, и только после ее исполнения я понял, как ее надо. Музыка. 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 Каждый раз, когда я смотрю эти записи, я не могу сдержать своих слез. Такое исполнение – это целая школа. Это был уникальный голос. Народный хафиз Хасан Раджаби десятки лет работал в одном ансамбле с Бертой Давыдовой. Он доподлинно знает историю ее удивительной жизни. Верта Давыдова родилась в Маргеллане в семье Доудбая, знаменитого в 20-е годы прошлого столетия фабриканта и землевладельца. Ему принадлежал крупный хлопковый завод и многие земли в Верганской долине. Он был настолько богатым и влиятельным человеком, что люди не входили в мечеть, пока он не переступит порог святого дома. Среди 13 сыновей Доудбая Берта была единственной дочерью. И ее детство прошло в атмосфере вот такого дома, сохранившего по сей день шарм старых восточных домов состоятельных семей. Свою незаурядную красоту и музыкальность Бертуна следовала от своей матери, красавицы Халвиш. Иногда из очкиари домочадцы слышали ее голос. Оставшись наедине с дочерью, Халвиш пела ей старинные песни. Берта росла, как цветок, обласканной любовью близких. Но все рухнуло в одночасье. Наступили смутные времена – раскулачивание, голод, бегство из Верганской долины. Основные воспоминания у мамы связаны с ее детством. Это Маргеллан. Видимо, у них была очень хорошая семья. Потом, видимо, очень хорошие отношения были с отцом, потому что она часто вспоминала. Воспоминания связаны с моментом переезда или бегства, что ли, скорее бегства даже. Потому что мама рассказывала, известный Ахумбабаев, он был у деда конихом. И, видимо, отношения были очень хорошие. Когда он стал уже председателем президиума, он позвонил из Самарканда деду и сказал, что вот грядут вот такое раскулачивание, и будет плохо, поэтому лучше всего вы сами сдайте все ваши земли, чтобы не было неприятностей больших. Чтобы избежать ссылки, некогда всесильный Даутбай добровольно отдает и завод, и земли, и даже свой дом. Оставаться в Маргеллане, где теперь не стало даже крыши над головой, было невозможно. И многочисленная семья Давыдова, голодный, 1933 год, переезжает в Ташкент к брату матери Берты. Они приехали в Ташкент, здесь они очень бедствовали, здесь брат младший, брат бабушки. Он жил здесь в старом городе, и вот они его выделили маленькую комнатку на Балхане там. Они жили там, двоих детей они отдали в детдом, потому что они сами не могли прокормить. И вот мама рассказывала, что вот все, что удалось бабушке вывезти, там некоторые драгоценности и прочее, они меняли вот на хлеб, на то, чтобы как-то прожить. Потеряв все, не имея возможности содержать семью, отец Берты Даутбай тяжело заболевает. И мама говорит, он уже был не совсем здоров, он не совсем здоров больше в психическом положении, в состоянии, когда ты все отдаешь, ты теряешь все, это очень тяжело видимо. То есть пришлось пережить то, что вот переживали миллионы и миллионы других людей. В эти годы тяжких испытаний музыка становится единственным утешением Берты. И когда в городе появились первые граммофонные пластинки, она жадно, с упоением слушает песни. Видите, понимаете, это вот врожденная, бывает же такой интерес к музыке. Она говорит, я с большим интересом слушала передачи по радио, слушала Хальмана Сырова, она говорит, ее песни называют там в интеллизоне, слушала и мечтала. Видимо, она чувствовала, что у нее тоже голосок какой-то есть. Постепенно жизнь семьи в Ташкенте налаживается. И окончив среднюю школу, Берта поступает в Ташкентский медицинский техникум имени Юлдаша Ахумбабаева, который успешно заканчивает в 1938 году. И сразу же идет работать медсестрой-акушеркой в одной из поликлиник старого города. Да, самая знаменитая исполнительница узбекских макомов по профессии была медсестрой. А когда началась война, 19-летняя Берта переходит на работу сюда, в Ташкентский военный госпиталь. Страдания и боль солдат она воспринимает как свои собственные. И не жалея себя, день и ночь ухаживает за раненым. А иногда, присев на краешек кровати, она поет им свои песни. Прошло совсем немного времени, и буквально каждый в этом госпитале стал называть ее сладкоголосая Берта. Прошло совсем немного времени, и буквально времени, и буквально времени, и буквально времени. Его величество случаев изменило жизнь молодой Берты. Однажды в их госпиталь приехали артисты во главе с Юнусом Раджабе. И когда прозвучала последняя песня, кто-то выкрикнул «У нас тоже есть своя певица» и указал на Берту. Юнус Раджабе попросил ее выйти к артистам и спеть. Услышав ее голос, он сразу же принял решение пригласить ее в свой ансамбль. Она спела, и ей бурно аплодировали. Мой отец был восхищен тембром голоса Берты, и он сразу же спросил ее, хочет ли она работать на радио. Всем сердцем ответила Берта, но только если мне разрешит наш главный врач. Его покорила скромность девушки. «Я сам с ним поговорю», — ответил отец. Так началась карьера певицы Берты Давыдовой. Сначала солисткой хора узбекского радио, а затем и ведущей солисткой ансамбля «Маком», созданного академиком Юнусом Раджабе. В истории «Макома» было много ярких исполнителей, и традиционно «Макомы» всегда исполнялись мужчинами. Женские вокальные партии были отступлением от вековых традиций. Но феноменальные музыкальные способности певицы, ее умение координировать дыхание и голос, отличавшиеся необыкновенной силой и красотой тембра, позволили ее учителям Юнусу Раджабе и Мамджону Икраму рискнуть и доверить ей основные партии «Шашмукона». Музыка 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 Мой отец говорил, теперь уже невозможно представить узбекский «Маком» без Берды. Ее голос идеально подходит к классическому исполнению, но самое главное, она понимает тот глубокий философский смысл и возвышенную поэтику, заложенную в содержании «Макомов». Музыка В то время в ансамбле работало целое созвездие неповторимых певцов и музыкантов. Музыка 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 Берда внимательно прислушивалась к людям, окружавшим ее и к самой себе, ведь только так нужно выявить то врожденное и истинное, что есть в человеке. Музыка Можно выучить ноты, можно иметь прекрасный голос, но Махом нечто такое, что глубже просто образование, наверное, это то, что внутри. Я думаю, что вот то, что пережила мама в своей жизни, помогло ей стать настоящим макомистом. Вот одну историю можно я расскажу? Вот в чем сила ее таланта была. У меня был один друг, русский парень Стасик, он был скрипач. Как-то он к нам пришел и передавали мамин концерт. Вот я смотрю, он внимательно слушал, но узбекский он не знал совсем. И вдруг заплакал. Я говорю, Стасик, ты что, ты же ничего не понимаешь. Он говорит, здесь слов не надо знать. Все и так было передано голосом. Музыка Музыка Со своим первым мужем Рахимом Махмудовым Берта познакомилась в конце 40-х годов. Он был майором медицинской службы. Чтобы быть вместе, им пришлось многое преодолеть. Запрет родителей Рахима, строго придерживающихся традиционного уклада жизни. Они были против женитьбы сына на еврейской девушке, да еще певице. Но, несмотря на это, молодые твердо решили быть вместе. Однако, их союзу не суждено было быть долгим. Их 10-летние отношения состояли из взлетов и падений. После свадьбы Берта была вынуждена оставить работу и сидеть дома. Этого требовал муж, который оказался невероятно ревнивым. И вот я помню, детские воспоминания уже не совсем приятные. Когда папа был главврачом в Багизагане, там в целом ряде районов Самаркандской области. И вот мама туда приехала. Область в начале 50-х годов представляется какая-то жизнь. Папа как-то, во-первых, он страшно ревновал маму. Поэтому там было очень тяжело. И когда мы приехали сюда, он тоже приехал сюда. Мама хлопотала, мама добилась работы ему здесь. Но здесь вот, опять же, это ревность. Потому что она выходила на сцену, она пользовалась особым успехом. Но люди мало ли что не могли сказать. Он, видимо, все это себе наматывал, как-то на все это реагировал. И вот жить в таких условиях трудно очень было. Потому что, повторяю, потому что жить без искусства мама не могла уже. А вот когда на тебя давят, когда вот в таких обстановках, в таких условиях очень сложные. Еще одна попытка устроить семейную жизнь тоже закончилась неудачей. Вторым мужем певицы стал один из руководителей глав МОС-Строе, работавший в Ташкенте после разрушительного землетрясения 1966 года. Он жил здесь некоторое время, пока москвичи были здесь. Потом, видимо, здесь ему было недостаточно комфортно. И он предложил маме уехать. Ну, маму отсюда вырвать нельзя. Берта Апап всю свою жизнь посвятила искусству и макому, принося ему в жертву все, что имела. Ей приходилось расставаться с мужьями, так как они не понимали ее всепоглощающую любовь к музыке, ревновали ее безумно к сцене. Они не хотели, чтобы она была певицей. В такой ситуации Берта чувствовала себя очень одинокой, как будто бы с людьми была на разных полюсах. Но она не могла не петь, и для нее утешение был единственный сын. Дома она была очень простая. И мы жили чрезвычайно скромно тоже. Я поражаюсь, потому что при всей своей знаменитости, при всей своей изнеженности, вот вы видели, она прекрасно одевалась, она была очаровательной, прекрасная дама, она дома была обычной женщиной. Я до сих пор вспоминаю, как она прекрасно готовила. Это большая редкость. Потом она очень любила хорошо готовить. Вот потом была такой, ну, ну, как вам сказать, очень непреданной, наверное, другое слово, но подобрать, какой она матери была. То есть вся жизнь была отдана мне, моей карьере, моим успехам и прочей-прочей. Субтитры создавал DimaTorzok Она мало заботилась о внешней стороне жизни. Для нее главным был профессионализм и неподдельные чувства. С годами росла ее популярность, но она оставалась все такой же требовательной к себе и к своим коллегам. Хасан Раджаби вспоминает случай, когда в ансамбле вспыхнул спор о том, как надо исполнять маком. Отстаивая свою точку зрения в споре, Берта упала в обморок. Она была очень утонченным и нежным человеком. Я сравнивал ее с маленьким соловьем. И, конечно, мы всегда восхищались ее красотой и талантом. Мама себя, кстати, она всегда чувствовала себя независимой, знаете, потому что она была хорошим профессионалом. Это самое большое богатство, наверное, что может быть. Она чувствовала в себе уверенность, поэтому она страшно любила маком и с большим переживанием слушала этих новых макомистов, которые появлялись. Субтитры создавал DimaTorzok Ее отношение к профессии и к макому иногда становилось притчей во языцах. Как-то ее подруга, певица Камуна Исмаилова, предложила ей выучить и спеть русские частушки. Я даже помню слова, она вместе с мамой учили, я был маленький, называет меня некрасивую, так зачем же он ходит за мной и так далее, и так далее. Мама где-то неделю промучилась этим текстом, потом отнесла этот текст. Это я хорошо помню. Камуна сказала, Камун, ты знаешь, ты поешь свои частушки, я буду петь свою маку. И еще рассказывают, что устаз Юнус Раджаби буквально ревновал ее к другим песням. Это была профессиональная ревность. Отец не хотел, чтобы она пела другие песни. Ему не хотелось терять такую великолепную исполнительность у макомов. Он считал, что Берта Апа создана для макомов. Здесь, на узбекском радио, Берта Давыдова проработала более 45 лет. Вот из этой студии она живьем выходила в эфир, подолгу, не замечая времени, репетировала, а затем и записывала макомы. Порой она оказалась одержимой, но в своем дневнике она писала, в этом нет ничего плохого, скука гораздо хуже. Да и выразить себя можно только в профессии. Действительно, ее глубокий, чистый, обладающий магической силой голос завораживал не только слушателей, но и ее блистательных коллег, народных хафизов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В репертуаре Берты Давыдовой было более 400 песен, но, к сожалению, многие из них утеряны навсегда. В 70-е годы хранилище редких записей было в подвале радиодома. К несчастью, его затопило водой, и многие пленки стали непригодными к эфиру. Они просто испортились. Она, с сожалению, говорила мне об этом. Шли годы. Ее стали называть «живой историей» и «легендой Шашмакома». Она щедро делилась секретами своего мастерства, передавая свой бесценный опыт. Ее часто стали приглашать за границу, где она пела для своих соотечественников. В страны Запада с первой волной уже давно эмигрировали ее братья и ближайшие родственники. И на предложение остаться там Берта Давыдова всегда решительно отвечала «нет». Там очень много, оказывается, большая, как это сказать, диаспоя узбекская тоже есть. И вот они предлагали маме остаться, сказали, здесь тебе будет хорошо, здесь нормально будет. Но мама как-то мысль не представляла, что она может вообще отсюда уехать. Тема выезда с мамой, она даже как-то вот не согласуется, и да, под ним. С таким патриотизмом, как у мамы, нельзя отсюда уехать. Потому что, в принципе, она сформировалась здесь, сформировалась под влиянием узбекской культуры, вот узбекомов этих. Она всегда говорила, я истинная узбечка. И дело здесь совсем не в национальности. Она блестяще умела исполнять классические узбекские песни. В этом ей не было равных. Так же, как и Тамаре Ханум. Время необратимо. Народный хафиз Хасан Раджаби, с сожалению, вспоминает тот период, когда один за другим из ансамбля макомистов были вынуждены уходить те, кто стоял у его истоков. По правде говоря, сославшись на их возраст, им предлагали уйти на заслуженный отдых. А эти люди не мыслили себя вне сцены. Таким образом ушел Тургун Алиматов. А затем коммуна Исмаилова и Берта Апа. В какие это было годы? Это было между 85-м и 90-ми годами. Мама, как-то у нее вот пошла полоса таких неудач в последние годы. Она несколько раз падала. Падала, упала на улицу на трамванилине, упала. Поломалась я позвоночник, но хорошо ей там сделали, но потом стала опять ходить. Потом упала еще раз, ногу сломала. Потом получилось так, что у нее постоянно стали ноги болеть. Видимо, из-за поломок, что ли. Она же привыкла к свободной такой жизни. Она привыкла сама быть хозяйкой. Она привыкла быть красивой женщиной. Это, видимо, очень болезненно. Она страшно сильно переживала. Последние видеозаписи запечатлели, с каким достоинством. Эта невероятно талантливая и уникальная женщина встретила свой почтенный возраст. И все то, что связано с ним. Поистине, сегодняшняя жизнь человека – это и груз прошлых лет. Но в конце остается только то, что действительно важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Берта Давыдова ушла из жизни в 2007 году. Ей было 85 лет. Мама нам говорила, что всегда вы были независимы и свободны. Она была великой певицей и внесла бесспорный вклад в сохранение наших макомов. Субтитры создавал DimaTorzok «Нет большего счастья, чем быть любимой зрителями», – писала в своих воспоминаниях Берта Давыдова. И она была благодарна судьбе и за свой успех, и за свое одиночество, за великих мастеров, которые научили ее так петь, и за каждую свою песню, потому что ее жизнью была музыка. И она никогда ни о чем не жалела. Согласитесь, ведь это был настоящий звездопад. И пусть говорят, что до звезд невозможно дотянуться рукой, но мы попробовали сегодня прикоснуться к ней сердцем. Спасибо вам, что вы были с нами. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok